МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Мы не виделись с вами в праздничные дни, но вот вновь наступил вечер понедельника рабочей недели. А значит, на главном телеканале Якутии в прямом эфире информационно-аналитическая авторская программа «Считаю важным». Программа, в которой мы опровергаем пословицу «Утро вечера мудренее». Вот-вот уже буквально на днях вскроется от Альдари колено в районе города Якутска. А что это значит? Это значит, что скоро лето. Да, лето состоит из привычных обрядов. Для каждого есть свое привычное время и свое привычное место. Это так писал Рэй Брэдбери в своем замечательном произведении в поэме, можно сказать, о лете «Виной за дуванчиков». Прошу считать это эпиграфом к сегодняшней теме, которая звучит так. Лето в детских оздоровительных лагерях. Это нас ожидает буквально все совсем не за горами. Телефон нашего прямого эфира 4238-97. Давайте для начала посмотрим маленький фрагмент из хорошо всем известного советского фильма «Добро пожаловать» или «Посторонний вход запрещен». Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходило стуга. А теперь оглянитесь вокруг. Какие вам корпуса понастроили? Вы хозяева лагеря. Вы. От вас что требуются, друзья мои? Исты мира! Начинаем разговор. Будем, собственно говоря, представляться по ходу нашего сегодняшнего эфира. Ну, чтобы зря не тратить времени. Напоминаю, телефон прямого эфира 4238-97. Вы можете дозваниваться нам в студию. Мы обязательно вас выведем напрямую. Ольга Анатольевна, вот как встречают сейчас лагеря детей и подростков? Сколько ежегодно детей и подростков встречают оздоровительные лагеря в республике? Давайте с этого начнем. Добрый вечер. Я думаю, что лагеря встречают наших детей и подростков так же радостно. Так же вот как. И, конечно, практически с таким позитивным настроем, с таким позитивным посылом. Вообще, хочется отметить, что у нас в республике в целом сохранена и развивается система оздоровительного отдыха, оздоровления. Ну, представьте себе, у нас в реестре 680 организаций отдыха, оздоровления детей. Понятно, что среди них есть стационарные лагеря, где дети находятся круглосуточно. 46 стационарных лагерей, 7 санаторных учреждений, более 500 лагерей с дневным пребыванием. Это лагеря, которые в основном образуются при образовательных организациях. 71 палаточный лагерь и порядка 30 лагерей труда и отдыха. Ну, такой реестр примерно сформирован на этот год. В течение последних трех лет это количество практически не меняется. И на нашем основном портале, сахаотдыхдетей.рф, можно увидеть прогноз этого реестра. Я думаю, что к 1 июня мы будем более точную цифру знать. У нас имеются четкие сроки открытия лагерей различных типов, которые я уже озвучила. С 5 июня начинают работу лагеря с дневным пребыванием. И с 15-го все остальные типы. Мы понимаем, что у нас северные арктические районы. Там, конечно, с условием климатического особенностей. А география? Вся республика? Вся республика. Но при этом, конечно, мы анализируем ситуацию и видим, что у нас в северных арктических районах, конечно, очень мало стационарных лагерей. Там преобладают палаточные лагеря, лагеря с дневным пребыванием. Но мы понимаем, что помимо того, что в свое время стационарные базы были созданы в крупных городах республики. Город Якутск, Алдан, Мирный. И строить, поддерживать такую инфраструктуру на севере достаточно сложно. Хотя, я хотела бы отметить, и я считаю это важным, что в республике за последние 5 лет введено в строй более 10 новых стационарных баз, лагерей. Они, может быть, не с таким большим наполнением, как в сюжете, который мы видели в начале передачи. Но, тем не менее, я считаю, что для условий нашей республики это очень важно. А сколько детей ежегодно, собственно говоря, в лагерях оздоравливаются, если можно так сказать? Мы еще поговорим, собственно говоря, с чем они там занимаются. Да, но здесь хочется отметить, что если мы говорим об оздоровлении детей, отдых и оздоровлении, то более 60 тысяч детей ежегодно. 63-65 тысяч, да? А если мы говорим и о занятости, отдых, оздоровление и занятость, в том числе, например, временное трудоустройство, то порядка 100 тысяч детей. 104 тысячи примерно мы прогнозируем в этом году дети будут заняты. При этом среди ребятишек, которые в этом году будут охвачены отдыхом, оздоровлением, более 63% составят дети в трудной жизненной ситуации. Я считаю, что это тоже очень важно, что создаются условия для поддержки именно такой категории детей. А все-таки какова их главная функция? Образовательная, оздоровительная, отдых ли это? Или это совокупность? Или, собственно, каждое учреждение, такое казенное слово, не хочется говорить, но каждый лагерь, да, собственно, свою функцию несет? Ну да, типология у нас расширяется, лагерей, да, так же, как и направления. У нас помимо спортивных лагерей очень хорошее распространение получили музыкальные, летние образовательные школы, например, лагеря. Но вы абсолютно правы в том, что, наверное, все-таки у нас комплексный подход должен быть. Хотя для родителей, наверное, это, скорее всего, оздоровление и отдых детей. А мы с вами понимаем, что для нас помимо оздоровления наших детей, конечно, необходима и образовательная компонента. Чем будет ребенок занят? И поэтому вот особенностью последних лет, я считаю это тоже очень важным, является именно ужесточение требований к образовательным программам, которые реализуются в образовательных, вернее, в организациях отдыха и оздоровления детей. И более того, на уровне Российской Федерации в настоящий момент готовится изменение нормативной правовой базы, и в ближайшем будущем образовательная деятельность лагерей будет лицензироваться. Это очень серьезный процесс. А вот мы сейчас об этом поговорим. Кто готов к лицензированию, кто, может, не очень готов. Ребята, я к вам сейчас хочу обратиться. Александр, Алексей, чем занимаются подростки в лагерях? Чем вы их там занимаете? Ну, конечно же, добрый вечер. Наши вожатые – это те люди, которые как раз-таки генерируют идеи детей и воплощают вот все многообразие того, что может представить каждый лагерь. То есть наша главная задача в вожатых – это организовать деятельность ребят полностью. Это по всему распорядку дня и, конечно же, дать каждому ребенку возможность самореализоваться. То есть за 21 день, если это 21-дневный лагерь трехнедельный, то каждый ребенок должен раскрыться и получить свою ситуацию успеха. Так мы готовим наших вожатых. Ну и, конечно же, наши вожатые, как уже Ольга Анатольевна подчеркнула про образовательную программу, у нас вожатые также еще ведут и кружки. То есть наши вожатые получают возможность проводить вечерние мероприятия, коллективно-творческие дела, ну и, помимо этого, еще и ведут кружковую деятельность. Допустим, вот Алексей у нас представитель педагогического отряда, сам он студент музыкального колледжа, поэтому он, помимо того, что в течение всего дня готовит детей по отряду, ведет их в столовую, еще и с утра может проводить уроки музыки. Вот, примерно так. Ну, господи, проводите. Если талантливые. Да. Моцарт попался как-нибудь? Ну, разные дети попадаются, но вот конкретно музыкальные тоже попадаются, и вот что мы хотим, вот эти вожатые, и также как препод, чтобы они дальше развивали свои таланты. Ну, вообще неталантливых детей нету, да? Да, конечно, да. Просто в лагерях бывают кружки разного направления, это творческие, спортивные, интеллектуальные, художественные, эстетические, поэтому... Я, готовясь к программе, собственно, набрел совершенно случайно такое объявление, что в республике Татарстан очень нужны вожатые в детские оздоровительные лагеря, это правда. А у нас, собственно, хватает ли вожатых? Как, или это дефицитная, на лето такая вот профессия, можно сказать, ведь это же профессия, да, совершенно? Ну, вот существует стандартизация, да, с 2016 года по линии российских студенческих отрядов по Министерству образования и науки Российской Федерации создало отдельное направление РСО образование, называется, где идет подготовка всех членов российских студенческих отрядов по направлению студенческих педагогических отрядов. Каждый вожатый должен пройти этот курс, то есть у нас в течение года идет подготовка, школа подготовки вожатых на 144 часа, и плюс к этому они должны пройти еще вот через этот сайт, да, переподготовку, получить сертификаты российского уровня, то есть стандартизация всех вожатых по всей России. И в этом году будет первый поток ребят, которые оканчивают эту школу российских студенческих отрядов, да, и пойдут работать в лагеря. То есть по всей России будут одинаковые квалифицированные вожатые, дефицит есть, имеется вот 60 тысяч детей, вот как говорили, то, что Министерство образования охватывает за летний период, да, наши вожатые работают охват своей деятельностью 80 тысяч детей. Это дворовые вожатые, которые работают при, ну, при школьных лагерях, также палаточные, но в основном наши работают в стационарных лагерях именно в городе Якутска. И очень малое количество ребят отправляются у нас работать в районы и в Улусы. Туда в первую очередь набирают ребят в основном из педагогических институтов, да, колледжей, как практикантов. Поэтому вот хотелось бы нам, чтобы все вожатые готовились по единой программе, чтобы они были, ну, действительно подготовлены, все одинаково. Можно добавить еще немножко, да. Здесь хочется отметить, что у нас более 4 тысяч педагогических работников ежегодно привлекаются в лагеря детские, да. При этом мы понимаем, что мы должны впитывать самый лучший передовой опыт. И поэтому у нас уже 3 года действует договор с известными всероссийскими детскими центрами «Океан Орленок». Мы направляем туда наших ребят. Это могут быть и студенты, это могут быть и работники, штатные работники наших учреждений подведомственных. Они работают там полный сезон, впитывают идеи, получают соответствующие документы о прохождении курсов повышения квалификации. Приезжают сюда, проводят образовательные сессии. То есть у нас идет, это постоянная системная работа, которая, мы считаем, позволяет повышать уровень наших вожатых, которые работают с детьми в организациях отдыха и оздоровления. Хотя здесь есть определенные проблемы в части соотношения уровень квалификации и уровень образования. Ведь мы сами все имеем педагогическое высшее образование и понимаем, что после третьего курса, после прохождения практики, мы уже, по сути, были готовы ввести педагогическую деятельность. Хотя законодательство очень четко регламентирует, с каким уровнем образования, на какой штатной должности может работать тот или иной студент. То есть это достаточно серьезно соблюдается. И здесь, конечно, требуется еще работать. Мне еще нужно учитывать, что у нас еще не только педагогические студенты, у нас есть и юристы, и экономисты тоже входят в наше движение педотрядов. Очень хорошо. А вот как раз по этому поводу я хотел спросить. Вот лагеря, они же различаются по типам, да, универсальные и тематические. И вообще разные совершенно лагеря, да. А вожатые различаются по такому же принципу? Есть такой подход универсальный вожатый и тематический вожатый? Нет? На самом деле, на самом деле, конечно, все педагогические работники, они универсалы, но тем не менее, вот в наших спортивных лагерях, например, мы, конечно, предпочитаем приглашать в качестве вожатых студентов именно спортивных институтов. Конечно, они уже предпрофессиональную подготовку проходят там. И, Инна Кентюна, ваш-то лагерь какой? Универсальный или какой-то узконаправленный? Добрый вечер. Добрый вечер. Наш лагерь Каландрашвили, он, ну, его, наверное, скорее можно назвать универсальным, потому что в своем лагере мы преследуем несколько целей. Это, конечно же, отдых, оздоровление, безопасность и содержание, внутреннее содержание, да. Если говорить о содержании нашей образовательной программы, то мы работаем по программе «Маленькая страна», в которую входят несколько направлений. Последние годы мы стараемся больше уделить внимание проектной деятельности школьников, учащихся, да. В связи вот с этой программой с нами активно сотрудничает наш Северо-Восточный федеральный университет. Также мы делаем основной большой упор на прикладное творчество детей и на эстетическое восприятие, конечно, мира, да. И вообще, конечно, хочется сказать, что все это дает самое главное, в первую очередь, социализацию, успешную социализацию и адаптацию ребенка, который проживает вот в крупном городе, скажем так. Позвольте вас спрошу, по-моему, это о вашем лагере, собственно говоря, ну, если можно так говорить, что лагерь рекламируется таким образом, ну, вот, пишет о себе что-то, да, или рекламируется, это не то слово, наверное, да. Ну, почему? 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 Возможно, да. Возможно, да. Позитивная реклама. По-моему, это, по-моему, все-таки, вот, боюсь ошибиться, но, по-моему, это о вас. Я имею в виду о лагере. Здесь работают опытные педагоги, это цитата. Они помогают воспитанникам раскрыть свой потенциал, научиться нести ответственность за собственные поступки. По-моему, так звучит. А ты расскажите мне, пожалуйста, если это все-таки о вашем лагере, Каландришвиле, как можно за одну смену научиться нести ответственность за собственные поступки? На это жизнь уходит. Ну, я с вами соглашусь, что... Начать ответственно к этому относиться? Да, понимаю. Начать ответственно относиться. Ну, во-первых, это не про нас, это не наш слоган, да. А во-вторых, вообще, конечно, действительно, у нас родители, многие, да, которые отдают детей нам, они преследуют цель, чтобы ребенок стал самостоятельным. Если призадуматься, то на сегодня у нас дети находятся под гиперопекой, скажем так, да, потому что ввиду нашей жизни, нашего общества, конечно, каждый родитель очень обеспокоен, да, за своего ребенка. И в какой-то мере мы, может быть, не позволяем нашим детям, да, быть, расти самостоятельными. И поэтому, окунаясь вот в этот лагерный мир, в мир лагеря, находясь среди таких же, как он сам, ребенок, конечно же, в первую очередь учится быть самостоятельным, учится дружить, учится слушать другого, учится понимать других людей. То есть он на первых парах сразу вожатых отодвигает и говорит, я сам, или нет? Нет, нет, конечно. Это все, конечно, ему в этом процессе, да, в этом процессе, ему в первую очередь помогают вожатые, потому что вообще успех любого лагеря наполовину зависит от работы вожатых. Какие будут вожатые, да, такое будет с ними. А от чего еще зависит успех работы лагеря? Успех работы лагеря, кроме вожатых, конечно же, это питание, в первую очередь, столовое питание, это медицинское обслуживание, это безопасность, это комфортные условия для проживания. Вот в этом и заключается. Вот об этом мы поговорим во второй части нашей программы, а пока еще продолжим немножечко. А вот кто мне ответит на такой вопрос, такую дилемму разрешить? Вот к труду надо приучать с детства, это все прекрасно понимают. А с другой стороны, детский труд запрещен. Как быть? Ну, я попробую ответить на этот вопрос. На самом деле это дилемма. И мы вот на своем уровне два года решали эту дилемму, как нам совместить нормы закона, работа с 14 лет минимум, да, и традиции, которые сложились, например, в республике, когда у нас с 12 лет наши мальчишки, ну, чаще мальчишки. На сенокосе, естественно, да, конечно. На проживание и традиционных видов занятости. Например, в оленеводческих стадах, рыболовецких бригадах. И у нас, например, в постановлении 477, это основной документ, по которому строится работа лагерей в республике, ну, помимо основного закона, там прописаны нормы по обеспечению продуктами питания. Ну, то есть стоимость набора продуктов питания, сама возможность получить средства субсидий вот по этому направлению. А вообще есть какие-то льготные программы по детским лагерям? Ну, просто обозначьте. На самом деле здесь, я бы сказала, не льготные программы, а здесь виды приобщения к труду. Потому что мы же понимаем, что формирование ответственности начинается с приобщения к труду, да? Не-не-не, я имею в виду для родителей. Да, я понимаю. Поэтому я и хочу сказать, что для родителей здесь, наверное, будет интересно и важно узнать, что у нас в республике уже который год реализуется программа по временному трудоустройству, в том числе на базе лагерей труда и отдыха, несовершеннолетних с 14 до 18 лет. Это совместно с Госкомитетом по занятости населения, за счет финансирования дополнительного создаются рабочие места для детей. Порядка трех тысяч ежегодно. Ну вот как раз замечательно мы заканчиваем. Завершаем эту часть нашей программы. Вернемся в студию через пару минут. Продолжаем разговор о детских оздоровительных летних лагерях. Телефон нашей студии, хочу напомнить, 423897. Продолжаем его в этой части программы вот в каком ракурсе. С точки зрения комфорта, безопасности, соблюдения требований. Вот то, о чем говорила и Иннокентина в первой части программы. Да, половина, наверное, успеха того или иного лагеря – это работа вожатых. Работа тех людей, которые окружают детей участием, вниманием, мероприятиями. А половина успеха лагеря – это, в общем, половина, другая половина лежит в другой несколько плоскости. Вот об этой плоскости мы сейчас немножечко ее так затронем. По заявлению Главного управления МЧС России по Республике Дагестан в этом году из 39 стационарных детских оздоровительных лагерей, заявленных к участию в оздоровительной кампании 2017 года, ни один лагерь на сегодняшний день не готов к открытию, не хочу никого пугать. Это в Республике Дагестан. Цитата. В результате обследования лагерей выявлено многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, говорится в сообщении МЧС. А что у нас в Республике? Ну вот, кто начнет? Ну, кто начнет МЧС, конечно, да. Конечно, здравствуйте. Здравствуйте. На сегодняшний день органами государственного пожарного надзора проведено 87 проверок данных учреждений, то есть это всего 9% от общего количества заявленных учреждений данной категории. Как показывает практика, 33% из проверенных учреждений эксплуатируются с нарушениями требований пожарной безопасности. И, к сожалению, устраняются эти нарушения уже как по итогам прошлого года, только к концу первого сезона. Да, понятно. Понятно. Но я вот, допустим, как ответственный родитель, я могу быть уверенным, что вы проверяете каждое детское учреждение? Или не вполне? Или через одного? Нет, здесь у нас совсем другая система. Мы проводим проверки согласно планоплановых проверок, также существуют у нас внеплановые проверки. Как по итогам прошлого года у нас было охвачено 95%, то есть труднодоступных лагерей. Мы не смогли проверить по каким причинам. Ну, это понятно, да, по силу объективных причин. В этом году, конечно, мы планируем сделать более масштабный охват, охватить все учреждения проверками. Но, тем не менее, мы не только осуществляем надзор на данных объектах, мы еще и проводим профилактические мероприятия. В чем они заключаются? Ну, в первую очередь мы проводим эвакуацию, совещание с руководителями. Как вести себя в том или ином случае, собственно говоря. Обязательно, да. Наглядную агитацию распространяем. Также участвуем в средствах массовой информации. То есть объясняем руководителям, инструктажи проводим, консультации. Все это в рамках профилактических мероприятий. Андрей Алексеевич, а если я не ошибаюсь, вы работаете непосредственно обучая правилам пожарной безопасности подростков, детей, да? Ну, больше касается это организации предприятий. Да. У нас с якутским республиканским отделением и городским отделением, у нас ежегодно проводится работа в оздоровительных лагерях по пожарно-профилактическим мероприятиям. Значит, мы проводим мероприятия с детьми ежегодно, начиная с июня месяца. Это в средних общеобразовательных учреждениях на базе детских лагеря труда и отдыха, ну, пришкольные площадки так называемые. И в июле и в августе месяце мы охватываем фактически более 10 лагерей, находящихся на территории города Якутска. И, значит, проводим всевозможные мероприятия, значит, по пропаганде пожарного дела, пожарные эстафеты, конкурсы, конкурсы стен газет. Значит, объясняем детям правила пожарной безопасности, обучаем мерам пожарной безопасности, проводим. У нас сейчас в этом году очень, как бы, ежегодно большое внимание уделяется развитию пожарно-прикладного спорта в республике Саха-Якутия. Это в том числе касается детских наших лагерей, где мы подготовительную работу, как бы, начинаем проводить в летний период времени. И в течение года потом у нас, значит, те же детки, которые, значит, в детских лагерях находятся, они приходят уже на учебно-тренировочный полигон УЧС России, где мы проводим ежегодно соревнования по пожарному прикладному спорту. Какие-то трудности возникают в процессе обучения? Сложности, я не знаю. Или все так гладко и все хорошо? Как бы, нет. Есть такие аспекты, когда, может быть, не все с таким интересом, может быть, к этому некоторые руководители, может быть, относятся не с тем желанием, может быть, когда проводим те или иные профилактические мероприятия. Ну, вы знаете, там за этим желанием не столько желание, сколько, в общем, святая обязанность просто заниматься. Конечно, это дело каждого, начиная с дома, с семьи, с родителей, в том числе и касается, конечно, поведения наших детей в быту и вообще непосредственно там в школах или где-то на улице и так далее. Вот. Ну, в общем-то, мы активно эту позицию занимаем, работаем, в том числе и в Сосновом Бору у нас даже в зимний, который лагерь у нас, Сосновый Бор, ежегодно у нас работает. Мы, начиная с февраля месяца уже там, у нас организована там пожарная академия с подростковым периодом, 13-14 лет проводим тоже там. Ну, а там, собственно, школа у вожатых проходила вот совсем недавно. Да, да, да. Ежегодно эту работу мы проводим. Понятно. Александр Юрьевич, по вашей части, собственно говоря, здравствуйте. Ну, по нашей части, в принципе, не все так и сложно. То бишь, лето, лагерь, вода, все стремятся к воде, потому что жарко. На сегодняшний момент существует такая практика, что выезд как такого лагеря, запланированный на определенный водный объект, он маленько затруднен, потому что у нас очень мало водных объектов, приспособленных именно для выезда детей. Ну, а как же быть? Как же выйти из этой ситуации? Поэтому было, можно сказать, еще лет пять сделано предложение, а его воплотили. Сейчас большинство лагерей закупают бассейны. Да. Очень удобно. Бассейн за ним, не надо такого особого контроля, то бишь, детей видно, они на виду где-то, никто никуда не заплывет далеко. А по самим непосредственно лекциям и профилактической беседе, то она начинается не только вот в школьный летний период, она начинается еще с дошкольного. Это инспектора, допустим, ГИМСа, сотрудники, они начинают с дошкольников детских садов, кончая школами, высшими институтами и так далее, и конкретно самими лагерями. Почему? Потому что мы считаем, что человеку, человеку именно, не ребенку, надо перевивать с самого детства все нормы, все правила проведения человека на воде, то бишь, чтобы он уже знал, чтобы он был подготовленный. И мы в период своего охвата тоже стараемся охватить все лагеря, которые только можем, провести беседы. Мы с собой берем какой-то аварийно-спасательный инвентарь. Я помню, у нас был выезд в лагерь, мы брали резиновую лодку и устраивали маленькую эстафету, там, кто куда-то заплывет. Вот, довольно люди охотно любят воду, потому что дети любят воду. Соответственно, это довольно хороший конкурс. Но стараемся полностью контролировать. Так, наверное, их, собственно, и обучают плаванию, в том числе, может быть, даже в этих лагерях. Мы проводим, вот, если их брать конкретно лагеря, мы проводим профилактические беседы не только с детьми, но, соответственно, с самими работниками лагерей. Потому что, когда даже элементарно читаешь врослому человеку определенную лекцию, он тебя смотрит там, широко раз к этими глазами, потому что некоторые вещи он узнает впервые. Как бы нам это приятно в плане того, что мы можем донести информацию, и она читаем, и люди ее понимают. И нам это лучше похвала, что человек может что-то запомнить, передать это дальше детям. Знаете, как отец нас с братом учил в детстве плавать? Так, на середину реки раз и плавать. Ну, один из не лучших способов. Один из не лучших способов. Я вот и хотел спросить. Я вообще, вот это мое личное наблюдение, допустим, если бы еще на процессе образовательной системы вести в курс то, что каждый ребенок должен уметь плавать. Ну, не считая тех, кто там аквафобия и что тому подобное. Потому что у нас 80% населенных пунктов, они находятся у воды. Что мы без воды, в принципе, и не можем существовать. Поэтому любой человек, считай, должен уметь плавать. Абсолютно любой. Конечно. А есть какие-то сплавы в лагерях? Они устраивают, нет? Устраивают, есть. Да, конечно. Сейчас это считается как новшество. Очень хорошее новшество, потому что людей, можно сказать, такой флешмоб такой. Они сплавляются, делают, соответственно, предварительную заявку. Прописывают маршрут, сообщают нам, сообщают спасателям. Мы смотрим по этому маршруту. Может быть, его маленько где-то откорректируем, данный маршрут. Если можно, в своих силах мы, конечно, провождаем. Если не получается, или видим, что маршрут построен нормальный, то мы просто его контролируем. Но не вмешиваемся ни в коем случае, потому что это их сплав, это их невоспитательная программа. Мы туда уже не вмешиваемся. Понятно. Наталья Борисовна, по вашей части, Роспотребнадзор? По нашей части, ну вот как Ольга Анатольевна. Да, да, да. Да, да, да. Говорила, что у нас 680 лагерей, но загородных лагерей у нас, к сожалению, мало. А вообще дети получают наибольший оздоровительный эффект в лагерях загородных, в лагерях санаторного типа. Ну, у нас вот практически 90%, это 524 лагеря, это лагеря, дневные площадки называются, это на базе школ, дневные лагеря. Есть на сайте Министерства образования реестр всех лагерей, начиная от дневных лагерей, заканчивая палаточными лагерями. И большая вот просьба к родителям, да, просьба к родителям, вы отпускаете своих детей вот в лагеря, и вы должны обязательно зайти на сайт Министерства образования и посмотреть этот реестр летних оздоровительных учреждений. Если этот лагерь есть в данном реестре, то, в принципе, он прошел уже межведомственную муниципальную комиссию. Ну, допуск какой-то получил. Да, да. Но в целом мы, конечно же, проверяем лагеря, летние оздоровительные кампании. А проверяете на что? По каким таким вот критериям? Так, есть на все. Да, на все. Начиная с территории лагеря, с участка лагеря, заканчивая, ну, полностью персоналом, всеми документами, журналами, полностью питание детей проверяется, режимы дня проверяются. А вот, кстати, да, вот, и Иннокентина, да, говорила, что питание, врачи, ну, это действительно очень важно. Да, очень важно это. И, ну, к сожалению, вот по нашим проверкам, конечно, из года в год выявляются, все-таки и текущие нарушения выявляются, и такие бывают. А вы знаете, вы можете со мной не согласиться, но я не считаю, что это, к сожалению, лучше выявить это немножко заранее, чем потом, я не знаю, кусать локти и иметь какие-то нехорошие последствия от этого. Ну, да. Ну, наверное. Да, и в этом году будут выдаваться санитарно-эпидемиологические заключения на все виды и типы лагерей, поэтому, если лагерь, в принципе, получил это заключение, то он на данный момент соответствует всем требованиям. Угу. Вот. Понятно. Ну, или каких-нибудь других образовательных учреждений или спортивных школ и выезжают вот в такие походы и так далее. А там свои требования, вот у вас вот у всех, да, к палачным лагерям, к стационарным лагерям? Требования к каждому типу и виду лагерей, да, разные требования. Ну, в этом плане, конечно, становится маленько жалко, что организация любого, допустим, выездного, даже палачного лагеря, это включает в себя все запросы Роспотребнадзор, что мы вот выезжаем, у нас будет то, это свои контроль запрос, к нам мы смотрим, если рядом водоем, отградить его, допустим, как-то что-нибудь тому подобное. То есть у каждого из контрольно-назорных органов есть свои требования, поэтому их маленько в этом плане, конечно, жалко. Ну, и каждый начальник лагеря, конечно, он как бы должен соблюдать все эти требования, поэтому очень большая ответственность на начальников лагерей. Ну, в прошлом году у нас, ну, одна вирусная вот вспышечная заболеваемость была в одном лагере, дети заболели. И вот если в случае вот того, что детишки, ну, заболевают в лагере, да, вместо того, чтобы получить оздоровительный эффект, вот родители вправе... Как бы совершенно обратный эффект получался. Да, совершенно обратный эффект. Родители вправе защитить свои права, права своих детей и могут даже подать, ну, через нас, Управление Роспотребнадзора, в защиту своих прав и интересов, исковые заявления в суд, именно по, да, возмещению ущерба морального, материального. Но это в последнее время практикуется в целом по Российской Федерации, потому что родители покупают дорогие путевки и вместо здоровительного эффекта могут получить обратный эффект. Понятно. А вот если к крафтингу возвращаться очень хочется, там какие вообще требования просто вы выдвигаете? Ну, вообще, в целом, это, конечно, надо назначать ответственных лиц. Фишка, фишка ведь, да, просто и детей своих, может быть, и каждый бы с удовольствием отдал, да, вот, зная, что в лагере есть вот это еще, да, там, мероприятие. У нас, допустим, если брать по городу Якутску, у нас сейчас, по-моему, единственный лагерь, который из года в год то открывает, то не может открыть свой собственный пляж. Это вот лагерь Орленов же, насколько я знаю, как бы не продаваться рекламе. В этом году, опять же, если взять этот лагерь, у них сейчас, насколько я знаю, проблемы с финансированием, чтобы открыть свой собственный пляж. У них есть пляж, есть водоем на территории лагеря, но проблема его очистки. Соответственно, это выбивание деньги через муниципалитет, ну, насколько они говорят, что не могут. Нам-то, конечно, только за радость, если они его откроют, потому что мы понимаем, что детям будет чем заняться. Ну, проблемы есть, проблемы есть, это, опять же, заключение от Роспотребнадзора, что данный водоем, он соответствует всем требованиям от водолазного отряда, что не сделали осмотр. То бишь, довольно систематически проблемная эта вещь. А если конкретно берем спуск, то он не такой сложный, как он считается. Это если сам лагерь, он берет определенное количество там мотовных судов, либо война, либо кануев, смотря на чем они сплавляются. Две-три лодки сопровождения и, соответственно, инструкторы. Это не просто там пионер-важатый лагеря. Нет, понятно, понятно. В никаком случае это должен быть либо конкретно спасатель, договор со спасателем, который с ними проведет все это время, и пункты отдыха. Это не просто мы приехали там на привал, на берег, лодки вытащили и отдыхаем. Нет, ни в коем случае. Соответственно, должен быть конкретный контроль именно вот в пунктах отдыха. Может быть, они ночуют, может быть, и 2-3 часа находятся, но это масса детей. Кто-то может закупаться в этот период, поэтому контроль должен быть всегда неотъемлемый, постоянный контроль. И вот мы эти требования обсуждаем, обговариваем, что-то советуем, что-то рекомендуем. Ну, такой вообще отрицательной статистики нету по детским и здравительным лагерям по республике. Ну, в каких-то случаях. Вот был назван там какой-то случай, ну, один там на целое лето. Ну, мне кажется, что это скорее исключение. Единичное, может быть, там и то это исключение. Да, бывает работа несанкционированных лагерей. А, вот. Вот это очень опасно, что несанкционированные лагеря, они начинают свою работу без никакой инспекции надзорных органов. Они деньги собирают с родителей, заключают договора или, может быть, даже не заключают договора и набирают детей, конечно, определенно за деньги. Как вы считаете, мне, в общем, представляется, что здесь еще и вина родителей есть, на самом деле. Потому что, ну, а как? Ну, если с тобой не заключают договор, да? Ну, ты не слепой, но ты же видишь, на самом деле, что... Не, ну, конечно, родители должны, во-первых, узнать вообще, что это за лагерь, куда отправить своего ребенка. Это же тоже не так просто. Большая ответственность. Ну, и контроль. Это не то, чтобы мы вот ребенка сдали на все лето и забыли про него. Есть такие факты, что смотрим, наблюдаем, с детьми общаемся. Вот у меня вопрос такой любимый. Это когда последний раз папа или мама приезжали? Да, да, да. Кому-то приезжает, ну, что ли, не каждую неделю, не каждый день, а кому-то и в конце летом могут и приехать. Ну, образно. То бишь у родителей тоже есть такая практика, что вот ребенка отдал, все. Ну, как это, да? Детский лагерь ребенка, это отдых для мамы. Сами уехали там куда-нибудь отдыхать, но нет, надо ребенке все равно заботиться, надо приезжать, узнавать. Потому что некоторые дети так элементарно, даже когда вот проводим какие-то эстафеты, дети просто боятся, допустим, той же воды. То бишь родители еще с самого детства ребенку не перевивают, не боязнь этого. Очень немножко времени остается. На основании каких самых главных критериев я, как родитель, допустим, да, могу быть абсолютно уверен в безопасности своего ребенка на территории вот того или иного лагеря? На что мне обратить внимание, когда я заключаю договор, собственно говоря, да, с этим лагерем? Или выбираю из различных лагерей, то есть вот туда или туда, помимо рафтинга? Ну, изначально, я считаю, вот, это перейти на сайт, посмотреть аккредитацию, посмотреть там того или иного лагеря, потом, соответственно, посмотреть отзывы. Лагерь-то, может быть, и по всем параметрам подошел, но просто детям там не нравится, по виду там определенных печей. Может, пенервы жаты не устраивают, может, расположение самих корпусов. Нет, есть со спортивным уклоном лагеря, допустим, может быть, какие-то физические нагрузки, не всем детям это, может быть, подходит там. Ну, в определенные лагеря обязательно направляются дети с медицинскими справками, вообще, о состоянии здоровья, да. Поэтому есть там рекомендации от врачей, должны быть обязательно. А врачи везде, кстати, службу несут круглосуточно во всех таких лагерях? Обязательно, да. В загородных лагерях есть обязательно медицинская служба, есть либо врач-педиатр, либо фельдшер или медсестра. Они обязательно дежурят в лагере круглосуточном режиме. А ваша служба, собственно говоря, она тоже присутствует каким-то образом? Нет? Нет, мы не проводим в зиму. Это чисто педиатр. У стационарных у нас есть прямой вывод на 0,1 пожарную охрану. Типа не дай бог называется, да. Кнопка не дай бог. Хорошо. Время нашей второй части тоже истекло. Увидимся через пару минут. 42-38-97. Телефон нашего прямого эфира. Продолжаем разговор о детских, летних, оздоровительных лагерях. Помните, был такой фильм, еще помимо того, что мы показывали в самом начале, «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен», один из тоже стареньких, такой каникулы Петрова и Васечкина. Обыкновенный и невероятный. Там была такая песня, эти двое пели «Зачем человеку каникулы? Задумывался ли кто-нибудь?» А человеку каникулы за тем, чтобы отдохнуть. Насколько я понимаю, вы завсегдатые, можно так сказать, лагерей, да? Вы там отдыхаете? Да. Насколько я понимаю, вам нравится там отдыхать? Конечно. Сейчас будем подробно говорить, чем вы там, собственно, занимаетесь, но, насколько я понимаю, отдохнуть удается. Мама, я к вам тогда обращаюсь, отдохнуть удается ребенку, да? Да, конечно, потому что она приезжает после лагеря такая воодушевленная, радостная, и обязательно хочет вернуться. Еще раз, как бы в этот лагере. Понятно, понятно. И настроение? Ой, настроение вообще отлично, супер. Вот мы, кстати, говорили вот о чем. Давайте продолжим разговор в этой плоскости, что 50% вообще успеха пребывания в лагере, да, и программ, которые лагерь предлагает, зависит от вожатого. Ну, понятно, вот мы сейчас говорили, пересяд от безопасности, от врачей, от кормежки, от многих-многих вот факторов таких, но пересяд от вожатого, от того, что он вам предлагает, и как он это вам предлагает. Вам везло на вожатых вообще? Да. Да, конечно. А что вы считаете, вам везло? Они были какие? Такие задорные, веселые. Интересные? Да. Самое главное, они умные. Умные? Да, они умеют поддерживать разговор, и, не знаю, я считаю, что вожатый сам должен быть очень веселым, понимающим. Ну, у меня все вожатые были такими, мне везло. Понятно. Хорошо, хорошо. Нюргана Владимировна, давайте к вам сейчас, а потом вот еще раз по кругу все будем разговаривать. Республиканский резервный центр «Юный Якутия». Ресурсный центр. Ресурсный, простите, да. Ресурсный центр «Юный». Чем занимается? Ну, он занимается организацией мероприятий по дополнительному образованию детей. Также у нас вот реализуются программы дополнительного образования. Мы работаем с улосными центрами дополнительного образования, курируем их работу, проводим методическую помощь, организуем семинары, курсы. Для кого? Для педагогов дополнительного образования республики. Много ли через вас проходит вот этих педагогов по дополнительному образованию? Ну да, много. Большой ли поток? Большой поток, ага. То есть вот помните, я там в начале программы, может быть, вы так обратили внимание тоже, да, говорил о том, что вот в Татарстане, например, срочно требуются вожатые на вот этот вот летний сезон. У нас такого нету, мне кажется. Ну, мы вот вначале проводили собеседование с вожатыми, к нам подходило, вот у нас 9 вакансий было, и на 9 вакансий у нас заявок было где-то около 30. Нормально, 3 с небольшим на место человек, это очень хорошо. Ну да, провели собеседование, уже выбрали вожатых. Ну, у нас вот, я хочу сказать, что одним из успехов вот лагеря является интересная разнообразная программа. В этом году у нас будет совсем три, совсем разнообразные смены у нас будут, потому что вот первый сезон у нас мультимедийная журналистика будет, и там дети будут заниматься... Это для какого возраста? Ну, уже, наверное... С 9 до 17 лет. Вот так? Да, с 9 до 17 лет, дети будут заниматься съемкой художественных фильмов. Там у нас задействованы известные мультимедийные личности республики. Это Лена Петровна Керемясова, автор-редактор программы «Кюнчан и Бегикчан». Также Евгений Семенович Павлов у нас будет работать, известный режиссер тоже в лагере. Также у нас будет вокальная студия «Дуабун» под руководством Антона Иванова. Посельский Семен Семенович у нас, вот автор бизнес-игры «Эрген» тоже будет работать у нас. И вот интересная, разнообразная первая смена у нас будет. А вторая смена у нас «Инженерное поколение», там соберутся у нас победители научно-технических конкурсов, победители наших конкурсов, и будут дети заниматься по компетенциям «Junior Skills». И третья смена у нас «Торческая смена» — это «Политра детства». Туда мы позовем победителей своих творческих конкурсов по вокальному, по хореографическому и по прикладному творчеству. Даша, вам, по-моему, удалось побывать в разных совершенно, да, в лагерях и на территории республики, и за ее пределами. Можно ли сравнивать вообще, да? И если да, если можно сравнивать лагеря, то в чью пользу сравнение? Пусть это не будет рекламой, в конце концов, да, но вы можете сказать запросто, в каком лагере вам понравилось больше всего. Ну, лагеря, конечно... Потому что я все равно вас вижу майку. Я с детского педагогического отряда, но я даже не знаю, можно ли сравнивать лагеря с республики, так как немножко разный концепция с лагерями, которые за пределами республики. Лагеря, которые за пределами республики, к примеру, Ортек, они более глобальные, чем наши республиканские, как и скилл или сосновый убор. Ну, мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите. Ну, возможно. Вот. И я, наверное, не смогу сказать, какой лагерь мне понравился больше всего. Они все по-своему такие веселые и хорошие. А вы были вот, опять же, такой... Есть же разделение лагерей на универсальные и тематические. Вот вы в каких больше бывали? В универсальных или в тематических? В универсальных. В универсальных. То же самое, да? Да. Вот такой момент. Вот смотрите, лето. Полная расслабленность, полная, собственно говоря, лень. Если говорить, что вас там чему-то... Ну, вот вы сказали, правда, вы в универсальных лагерях были, а не в тех, которые там образовательное что-то дают, да, образование. Но если даже вам в универсальных что-то преподают, это как происходит? По поиску, когда вы в воде, может быть, там занимаетесь, в речке, на поляне где-нибудь, или это опять куда-то там, чего-то штудировать, опять это нудно, или это все в игре происходит? Как это происходит? Как происходит обучение? Когда лето, этим заниматься не хочется, а надо отдыхать. Ну, это как бы преподносят как игру или как кружки. Вот, и достаточно интересно заниматься летом. Не нужно, и не слишком весело, но это как в меру преподносит, уважается как игра, но эта игра получается поздравательная. А мне нравится, когда о серьезном не серьезном говорят. Мне кажется, это лучший такой повод обучаться. Вы не считаете такой, Льва Николаевна? Каким ребенок приезжает? Сразу повзрослевшим из каждой смены? Ну, первый лагерь, в котором у меня вот была дочь, за пределами республики, это был лагерь юбилейный в городе Сочи. Далековато. Далековато, да. Оттуда она приехала, она поехала, кстати, туда, когда ей было 9 лет, одна поехала. Ну, с группой поехали они, да, с группой. Я, конечно, очень переживала, но потом по разговору, когда мы с ней общались по телефону, я поняла, что очень интересно и весело, как бы, и перестала, как бы, так вот волноваться, беспокоиться и звонить там каждый день. В лагере Кискил, когда она была, она уже была немножко уже постарше, и у нее была там тематическая смена, я приезжала за ней, и даже уезжать не хотела, потому что ей очень нравилось, и она хотела еще раз туда вернуться, к Кискил. А это каждый раз новые друзья какие-то? Да. А когда поехала она в Артек в прошлом году, ну, там, конечно, уже... Нормальная география такая. Да, там уже, конечно, каждый день, даже бесполезно было звонить, потому что она все время была с утра до вечера занятая. И, естественно, она оттуда приехала вообще, ну, другим человеком совсем. Замечательно. Мне остается спросить, куда в этом году намереваетесь? В океан. Во Владивостоке. Понятно. А вы? Тоже в океан. Вот так вот. Ясно. Кстати говоря, Ольга Николаевна, такой, ну, серьезный вопрос, действительно. А что вот для вас главное, как для мамы, вот что является главным критерием в отдыхе ребенка для родителя? Ну, наверное, это, во-первых, самая, это безопасность, самая первая, чтобы я была уверена, что мой ребенок в безопасности. Все-таки, да. Это первая безопасность. Второе, это досуг. Да. И, ну, и здоровье, конечно, да. И третье, наверное, чтобы она наполнилась вот новыми впечатлениями, друзьями как-то вот познакомилась. Потом что-то приобрела для себя чисто вот, какие-то свои личностные качества. Наверное, всего, да, что так. А как вам кажется, доля бесконтрольности в летней жизни, она присутствует все-таки у ребенка? Мы говорили об этом вот в первой части программы. Или все-таки контроль, ну, так или иначе, сохраняется? Когда ребенок дома. Когда ребенок дома на летний каникул, вы имеете в виду, да? Нет, когда он в лагере. А, когда в лагере, ну, наверное, нет. Потому что с утра до вечера они под присмотром все равно вожатого. Вот всегда под присмотром? Да. И без надзорности, вот, по крайней мере, по своей дочери я вообще не замечала никогда. Но это не мешает, собственно говоря, наверное, заниматься чем хочешь. Да? Ну, наверное, да. Ну, по присписанию в лагере до обеда идут занятия с педагогами до погрязования. Да. А после обеда с ними занимаются вожатые уже. Вожатые? Угу. То есть вот это как раз теми тематическими какими-то вещами, которыми интересно заниматься, да? Да. Ну, да. Ну, что ж, спасибо вам огромное за то, что приняли участие сегодня в нашей программе. Девчонки, я желаю вам еще больше каких-то там впечатлений. Больших-больших. Время наше подошло к концу и стекло. Смотрите нас ровно через неделю. Я, как всегда, хочу пожелать вам и всем нам успеха в завтрашнем дне. Всего доброго. До свидания. Увидимся. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok